В городском выставочном зале Тулы прошел первый апархиальный фестиваль вертепных спектаклей «Рождественское действо», организованный культурно-просветительским центром «Фавор». После общего пения «Тропаре Рождеству» началось театрализованное представление, собравшее представителей пяти творческих коллективов, представивших на суд строгого жюри вертепные спектакли на рождественскую тематику. Мы пытаемся возродить те традиционные праздники, которые существовали во всех русских городах и в Туле, рядом с нашим Кремлем, и в наших замечательных уездных городах, когда народ выходил на святые дни на площади, и выходили все желающие, и смотрели площадные спектакли. Это были кукольные спектакли. Классический вертеп выглядел таким образом. Это был большой ящик, в котором верхняя часть была посвящена Миру Небесному. Там, собственно, разыгрывалась сцена Рождества, а внизу был царь Ирод, злой. С первой постановкой выступил театральный коллектив некоммерческой организации «Благотворительный фонд содействия детям-инвалидам» «Добродетель Тула». Под руководством Елены Сафроновой и Елены Николаевой дети показали спектакль о профессоре, который под Рождество понял, что самое главное в жизни – творить добро и радовать людей. Постановка «Рождественский подарок» стала победителем фестиваля в номинации «Простота и емкость сюжета». Владенец Иисус рожден в ту ночь, чтоб людям страдающим перепоможь, хвалу я пою ему одному, Христу мою. Гости фестиваля – детский музыкальный театр «Мистерия» из Олексина под руководством Светланы Акимовой порадовал зрителей рождественским представлением по мотивам русской народной сказки «Мороз», получившим признание в номинации «Традиционная Христославия». Рождество – это вообще самый светлый праздник, и я очень рада, что мы всей семьей участвуем в таком прекрасном спектакле, который дарит людям добро, радость и счастье. Театр кукол «Би-Бабо» под руководством Инны Азаровой поведал зрителям историю Рождества бога-младенца. Представление прошло в декорациях и исполнительском манере традиционного рождественского вертепа. Именно в этой номинации «Традиционный вертеп» творческий коллектив и был отмечен дипломной жюри. Мы со своей гимназией номер 20 подготовили рождественский концерт, название которого «Смерть царя Ирода». В нем есть много действующих лиц. Смерть, воин, черт, Ирод, три царя, два ангела, пастушка и ксенц и рахим. Воспитанники Олега Каширина из театрального коллектива гимназии номер 20 представили зрителям спектакль «Царь Ирод», получивший диплом фестиваля в номинации «Художественное оформление спектакля». То, что мы этот вертеп делаем из катушек, ниток, булавок, и то, что попадается под руку, это то, что действительно и нам-то сейчас попадается в под руку, потому что мы себя сейчас не чувствуем, что мы живем какое-то такое свободное время, такое мирное, такое достаточное, что можно пойти все купить. Можно. Но нужно ли тратить на это средства и силы, когда можно из ничего, буквально, сказать, из нитки сказать, что это Иосиф, из черненькой ниточки, катушечки, из красненькой сказать, что это Дева Мария, и полюбить эти вещи, потому что они настолько ценные и ценные в нашей жизни, что просто нельзя к ним по-другому относиться. Наше отношение к вещам именно такое. Постановка Театра Республика «Военное Рождество» несколько отличалась от традиционного вертепного действия, но понравилась зрителям не меньше остальных представлений и заслужила диплом в номинации «Оригинальная трактовка». Все участники первого епархиального фестиваля вертепных спектаклей «Рождественское действие» получили специальные призы от издательского отдела Тульской епархии, а самой главной наградой стало признание и уважение самых благодарных зрителей – детей, чьи сердца всегда открыты творчеству и любви к Богомладенцу Христу.